Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А сколько нам нужно троллейбусов? В зависимости от того, что вы с ними собираетесь делать. Если допустить, что по состоянию на сегодняшний день с учетом запаса и сегодняшнего выпуска требуется примерно 240 троллейбусов. Нам нужно? У нас сейчас в городе на линию, по состоянию до 1 июля, до 1 июля, в городе выходило на линии 199 троллейбусов в час пика. Соответственно, есть ремонты, плановые и неплановые. Грубо говоря, можно сказать, ну, 240 может требоваться. Срок жизни троллейбуса 12 лет. Срок жизни автобуса 10 лет. Срок жизни трамвая 20 лет. И низкопольного нового трамвая 35 лет. Для того, чтобы оно ездило, а не постоянно ремонтировалось, их надо менять. Значит, если мы 240 делим на 12, у нас получается, надо покупать по меньшей мере 20 троллейбусов в год. Просто для замены подвижного состава. Последний троллейбус в Риге был куплен в 2009 году. В течение 4 лет ни одного нового троллейбуса в Ригу не поступало. Оппозиция негодует, люди возмущены вот этой суммой. И вы в своей статье даже написали, что вас тоже изначально цена немножко удивила. Понимаете, меня цена, конечно, смутила. По той причине я предполагал, что все-таки они будут дешевле. Но из тех объяснений, которые потом уже были даны председателям правления Рига Сатексмы Бемхеном и представителям завода Шкода, там трехлетняя гарантия. Обычно на троллейбусы идет двухлетняя гарантия, на автобусы тоже, кстати. Там прикладываются запчасти на 150 тысяч километров. Это два года эксплуатации. Но не запчасти, а, скажем так, расходные материалы. Потому что ни одна покрышка не отъедет два года при пробеге в порядка 70 тысяч километров в год. Из объяснений получается так. Я предполагал действительно, что все это дело стоит дешевле. А потом мне объяснили уже в Риге Сатексмы, что базовая комплектация этого троллейбуса, который предлагает Шкода, вот без всех этих дополнительных гарантий, дополнительных пакетов расходных запчастей и материалов, она 760 тысяч ровно. А вот в социальных сетях ходят суммы от 470 до 670 тысяч, 18-метровые троллейбусы. В зависимости от того, какого производителя. В зависимости от того, что на них установлено. То есть сама комплектация. Понимаете, давайте попробуем так. Троллейбус это утрированная, не головка сыра. Это совершенно неоднородный предмет. Нету ни одного троллейбусного завода, который от начала до конца от материи для сидений и заканчивая лампочками различные индикаторы, выпускает сам. Все это дело поставляется другими производителями. На том троллейбусе, который предполагает сейчас купить Рига, мосты будут немецкие от завода Ценрадфабрик, шарнирное сочленение от немецкого производителя Хюбнер, штанги от чешского производителя Леков. Завод Шкода, по сути, он не выпускает корпуса. Корпус будет польский от Solaris Bus & Coach, а Шкода делает только электрическое оборудование для этого троллейбуса. То есть троллейбус это сборная Лего от различных производителей. Конечно, у каждого производителя своя цена на те или иные виды комплектующих. И дизель-генератор будет от немецкой фирмы Хирш. То есть наша цена получается только из-за того, что именно эти производители сочленений различных и прочего входят именно в наш троллейбус, который мы заказываем. То есть если, например, другой город заказывает троллейбус за 540 тысяч, то у него другие компоненты. И другая фирма поставляет какие-то генераторы. Достаточно сложно сказать, потому что производитель, он считается, исходя из различных аспектов, загруженностью производства. То есть обычно, если европейские города заказывают троллейбусы, то поставка начинается через 2 года. Рига троллейбуса хочет начать получать через 8 месяцев. Кого-то приходится двигать, потому что пакеты, троллейбусы, трамваи и поезда, они создаются на 2 года вперед. То есть это тоже может повлиять на цену. Я не знаю, из чего исходила Шкода. К сожалению, нет другого поставщика, который тоже предлагал бы. А почему нет другого? Это надо спрашивать у поставщиков, которые не подали своих предложений. Тут я уж не могу ответить, почему российский завод имени Урицкого не подал свое предложение. А нам так срочно нужны эти троллейбусы, что мы вот один поставщик нам предложил, сделал предложение Шкода, и мы на него согласились. Понимаете, конкурс не предусматривает понятия срочно или нет. Рига хотела проводить конкурс на троллейбусы еще в 2011 году. В конце концов, в 2013 году этот конкурс наконец состоялся. На данный момент в Риге 23 троллейбуса эксплуатируются еще с советского времени. Они с высоким полом, они без кондиционеров, они без дизель-генераторов. В основном они ходят по 15-му и 22-му маршруту. Можно просто пойти и спросить у пассажиров, которые там едут, насколько они считают, что им вполне достаточно такого троллейбуса, что менять их не своевременно. Они готовы в такую жару, вот три дня назад было 32 градуса, что им и так было хорошо. А вот у них срок эксплуатации 12 лет. Они действительно ломаются, вот через 12 лет их вообще никак? 12-летние машины... Понимаете, 12-летняя машина у вас не эксплуатируется 16-18 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, с постоянными динамическими нагрузками, разгонами каждые 200 метров и торможениями каждые 200 метров. Завод-изготовитель на троллейбус дает 12 лет срок эксплуатации. Можно его эксплуатировать дольше, но тогда никто не несет ответственности за то, что у него в один прекрасный момент просто не проломится рама. То есть они действительно ломаются? То есть через 12 лет... Они ломаться начинают раньше, чем через 12 лет. То есть это не как со старым «Жигуленком», который... 20 лет ездит и потом начинает вылетать все подряд. Совсем нужен уход. И дать гарантию, что эта рама выдержит больше 12 лет... Ну, если завод-изготовитель такую гарантию даст, то он ее даст. Завод-изготовитель и таких гарантий не дает. У нас есть телефонный звонок. Одевайте наушники. Алло, здравствуйте. Добрый день. Мне больше интересует... Скажите, будут ли новые автобусы? Когда и какой марки? Спасибо. Конкурс по автобусам еще не закончен. Поэтому я не могу сказать никогда никакой марки. Насколько мне известно, было подано 4 предложения. Это «Амоплант», это «Ивека», это «Мерседес» и это «Солярис». Их комплектация, то, что было подано на конкурсе, мне тоже неизвестно. То есть автобусы мы тоже вот-вот уже скоро начинаем закупать? Так, нет. Сейчас идет конкурс. Он должен закончиться, ну, самое позднее, в конце месяца. Причем уже сроки его окончания переносились. Что там будет дальше, мне уже должно сказать, я не настрадамус, я не предсказываю будущее. Ну, вот троллейбусы нам нужны как бы срочно, через 8 месяцев мы получим первые троллейбусы. Автобусы... Когда у нас заканчивается срок эксплуатации нынешних автобусов? Так, в 1997 году, это, слава Богу, прошло 16 лет. Я правильно считаю? Да. Рига купила 52 высокопольных турецких Мерседеса. Срок их эксплуатации уже истек. В 2000 году Рига купила 20 высокопольных турецких Мерседесов. Срок их эксплуатации, соответственно, истек еще 3 года назад. Возникает вопрос. Нам нужны автобусы или нам не нужны автобусы? У нас еще есть телефонный звонок, не снимайте наушники. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Правильно ли я понял, что нам троллейбусы нужны ровно через 8 месяцев? Это было условие конкурса. И поэтому конкурса как такого не было. Шкода предложила, и вы согласились. Тогда вопрос. Где были все эти чиновники 4 года назад, которые сидели в своих креслах? Почему 4 года назад вы это все не заказали? Потому что сейчас это выглядит просто как конкурс для тех, с кем договорились. И цена такая, потому что туда люди уже заложили свой откат, который они дадут рижским чиновникам. И мы покупаем самые дорогие шкодовские троллейбусы. Будем сказать, что шкода принжит, фольксваген. И все, что мы покупаем, это самое дорогое, самое качественное, немецкое. Хотя можно было бы сделать конкурс, что не через 8 месяцев нам нужны троллейбусы, а через год-полтора-два. Но купить их по нормальной цене. Но тогда кто-то не получил бы на лапу. Так? Вы задаете очень интересные вопросы. Значит, начнем с того. Я впервые слышу, чтобы фирма Шкода Электрик имела какое-то отношение к Ольксвагену. Возможно, вы просто имеете в виду автомобили, которые называются Шкода. Они никакого отношения к заводу, который производит троллейбус, трамвай, электрички не имеют. По поводу конкурса. Его хотели проводить еще в 2011 году. Я не могу сказать, что вот 8 месяцев это надо кровь из носу, иначе вся Рига станет. Нет, разумеется. Конкурсные задания, опять-таки, составлял не я, составляли специалисты технические, которые работают в Рига-Сатексме. У них спросить надо, насколько все это дело срочное. О том, что троллейбусы отъездили больше 20 уже 4 лет, получается. К сожалению, это факт. У нас есть еще один телефонный звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, у меня такой вопрос к господину Фалькову. Почему не привлекались еврофонды для покупки данных троллейбусов? Насколько я знаю, да, как вот по поводу трамваев была отговорка такая, что это принимал отзыв предыдущий Думы, поэтому вроде как и Ушаков уже, ну, нынешняя власть не несет ответственность. И второй вопрос по поводу дизельных генераторов. Они будут во всех новых троллейбусах, дизельные генераторы. В этом есть ли вообще какой-то смысл настолько много, потому что та партия, которая пошла к нам в 2009 году, Шкоды, там 50 на 50 только дизельные троллейбусы. Спасибо. Спасибо. Значит, та партия, которая пошла по конкурсу 2007 года, там было 90 с дизельными генераторами и 60 без. Всего 150 было. Потом генераторы были установлены еще в 22 троллейбуса. Теперь насколько имеет смысл ставить во все. Месяц назад случилось во время ремонта подстанции «Латвэнерго» за двиной. У них просто выбило... Сейчас, секундочку, тут закрою так, чтобы не было сирен. Просто выбило подстанцию электрическую, погасли все светофоры, выключились все холодильники, и, соответственно, отключилось все напряжение в контактной сети. Задержка движения общая составила 1 час и 1 минуту. 61 минута стояли все трамваи и все троллейбусы, которые находились на том участке. Это 25-я, 12-я, 5-я троллейбусной линии и, соответственно, 5-й, 4-й трамвай. Стояли все, кроме тех троллейбусов, на которых были дизель-генераторы. Они не опоздали ни на одну минуту. Возникает вопрос. Когда происходит вот такое происшествие? Пассажиры полагают, что нужны генераторы или не нужны генераторы? Если пассажиры во время очередного опроса общественного мнения скажут, что они готовы отстоять час, потому что нет тока, очень хорошо. Дизель-генераторы не нужны. Вчерашний день берем. Вчера было шествие праздника песни. В объезд ездили 14-й, 17-й, 3-й, 19-й. Им нужны дизельные генераторы или нет? То есть можно оставить все Бривибас от дворца культурозаводов и флот Перневос вообще без какого-либо сообщения, потому что автобусы сразу уходили на Перневос и Чака. Оставались только троллейбусы, которые потом включали генераторы, поворачивали на Таллинец и разворачивались вокруг эспланады по Елизаветинской, Бривибасы и Калпаке. Мы вернемся к разговору о дизельных генераторах и для чего они нужны нам, для того, чтобы объезжать пробки или для каких-то других целей. Через несколько минут у нас сейчас новости и реклама. Оставайтесь с нами. Продолжаем. Говорим мы сегодня об общественном транспорте, о закупках новых троллейбусов. В студии журналист, депутат Рижской Думы, специалист в области транспорта Вадим Фальков. 672 12 93 9, 672 13 93 9. Это телефоны прямого эфира. Вы можете писать нам и задавать свои вопросы. Также в видеочат на портале MixNewsLV. Там же вы можете видеть прямую видеотрансляцию из студии. А закончили перед новостями мы разговор о дизельных генераторах. Радиоуслушатель спросил, нужно ли ставить дизельные генераторы во все троллейбусы, которые будут нам поставлены. И вот у меня такой вопрос. И мэр Ригини Лушаков говорил о том, что дизельные генераторы дают возможность троллейбусу передвигаться как автобусу. Давайте так, не будем все-таки говорить как автобусу. Он может передвигаться без контактной подвески. Да. И вот такой вопрос. Если эти дизельные генераторы, эти троллейбусы с дизельными генераторами, они нужны только для того, чтобы объезжать пробки, или будут, например, продлены какие-то маршруты? По состоянию на сегодняшний день в дизель-генераторном режиме ездят троллейбусы 9, 27 и 3. 9 от Каменного моста до Центрального вокзала, 27 также от Каменного моста до Центрального вокзала, и 3 часть рейсов от Красной Двины до Конзенсала. Не опускают штанги и благополучно доезжают туда, куда едут люди. Если вы помните, раньше задвинские троллейбусы останавливались у памятника стрелков и к вокзалу не ехали. Если бы все это зависело только от меня, я очень надеюсь, что после окончания ремонта Вене-Базгатве появится возможность 27-й троллейбус от улицы Аболу продлить до Зепнякаунца. Это буквально 4 остановки, но люди живут именно там, на улице Аболу, частный сектор. И туда приходится ходить и зимой, и в дождь, и в ветер. А если бы троллейбус был продлен до Зепнякаунца, это было бы. Но в комитете об этом не говорится еще, о продлении каких-то маршрутов? Пока еще нет окончания ремонта Вене-Базгатва. Это первое. Второе. С предложениями об изменении маршрутов должен выступать перевозчик. Его нельзя обязать куда-то ехать. Поэтому я говорю, я очень надеюсь, что после окончания ремонта Вене-Базгатвы троллейбус Зепнякаунца 27-й все-таки будет продлен. Ну, это один маршрут. Но вот вы как специалист в этих вопросах, куда бы вы продлили еще Луцевсало сейчас? На Луцевсало троллейбус уходит. Остановка называется Луцевсало. Туда просто он не может съехать прямо на пляж. Значит, если говорить о том, что можно было бы продлить завтра утром 12-й до станции Заслоукс. Часть рейсов 23-го в Мэшсенс по линии 5-го автобуса. 5-й автобус полностью дублирует 23-й троллейбус до самого Порсенс. И потом только в Мэшсенс через лес он едет как автобус. Дальше. Идея продлить 18-й троллейбус до 3-й юглы, она впервые была озвучена в 1979 году и до сих пор не реализована. Такая возможность сразу... Еще раз повторяю. Это должно быть принято решением перевозчикам. Что он соглашается выполнять эти рейсы. То есть только Рига Сатекс мы с этой инициативой выступаем. А Рижская дума никаким образом? Рижские предложения какие-то не вносит? Рижская дума может попросить перевозчика. То есть, понимаете, несчастье в том, что все отношения между городом Ригой и рижскими предприятиями все равно регулируют коммерческий закон. И город Рига не может принять решение, что завтра утром, я не знаю, Рига Сатекс начинает копать какую-то новую трамвайную линию. Они сами должны к этому подготовиться, составить документацию и потом в Рижскую думу подать предложение. Рижская дума и может рекомендовать. У нас есть телефонный звонок. Давайте примем. Алло, здравствуйте. Зараз телефонный звонок. Вот. Если говорить о конкурсе, который закончился, опять-таки, все регулирует коммерческий закон. Была бы моя воля, так вот я этот договор сразу после того, как он был подписан или будет подписан, я бы его совершенно спокойно опубликовал. К сожалению, когда был заключен договор на поставку новых поездов, который сейчас сорвался, на 144 миллиона латов, а не евро, он нигде не был опубликован, несмотря на то, что и кабинет министров на него ссылался, и министерство сообщения на него ссылалось, Но он и закончился достаточно печально. Проблема не в этом. Но вот пока не удается добиться от принадлежащих муниципалитету и государству предприятий, чтобы они публиковали свою коммерческую документацию. Если депутаты Сейма изменят статью 19, часть 2 закона коммерческого, и где будет сказано, что муниципальные и государственные предприятия с долей капитала более 50% обязаны свои договоры на суммы более чего-то. Но можно, правда, по каждой метле, но можно ограничиться какой-то большей суммой. Делают общественно доступными, я только за. Ну просто вот от того, что эти контракты всегда скрывают, от этого у людей, соответственно, и вопросы возникают. Совершенно верно. Кажется, сумма большая, она действительно большая сумма. Я этого контракта... Почему? Почему один только поставщик? Почему только в конкурсе участвовала только Шкода? Почему не было хотя бы 2-3 предложения? Мне очень сложно ответить. Я не могу отвечать за поставщиков. На этом же и играет оппозиция, думаю. Понимаете, в 2009 году на трамвайный конкурс у нас тоже было только одно предложение. Мэра тогда звали Биркс. В 2008, простите. Я не с Биркс. Тэкзэмэймбривейбай. Тоже одно предложение, только один поставщик. Тоже Шкода. Вопрос. Почему не подали другие заводы? Я пошел на вагоностроительный завод. Тогда там был представитель правления, господин Чаман. И спросил у него, по какой причине вы не подали свое предложение. Он ответил, мы не можем выполнить требования. Я говорю, какие требования? Он говорит, температура работы трамвая парижскому конкурсу требуется от плюс 40 до минус 40. Мы не можем гарантировать. Так вот. А почему в Риге не могут гарантировать такой? Почему вагоностроительный завод не может гарантировать работу? Это надо спрашивать у него. Так вот, согласно правилам технической эксплуатации трамвая, требования температурных перепадов от плюс 40 до минус 40 при стопроцентной влажности содержатся еще в правилах технической эксплуатации 1973 года. Вот посмотрите, было плюс 32, зимой, три года назад, было минус 34,5, мне кажется. То есть, это условие только Шкода, по всей видимости, может. Понимаете, мне сложно сказать, может быть, это может выполнить еще кто-то, но я лично не поленился сходить на вагоностроительный завод в 2008 году. Лично. И получил лично такой ответ. Вот это завышенное требование или нет? То есть, мы тогда принимаем решение, что при температурах ниже, там, грубо говоря, минус 25, у нас общественный транспорт не ходит, потому что мы не можем выполнить такие требования. Или тогда город требует от поставщиков, чтобы этот транспорт работал при тех температурах, которые, да, бывают не каждый день, но они все-таки происходят. Смотрите, снегопады в Риге происходят в среднем 10 раз в год. Но снегоуборочная техника у нас есть, и больше всего люди недовольны вниз снегопада, что вот не успели за 5 минут все убрать. Значит, когда случится плюс 35, и у нас все встанет, или минус 30, и у нас все встанет, значит, у людей машины не завелись, и общественного транспорта нет. На моей памяти такой год был, это был 1976 год, два дня не ходили автобусы. Понимаете, вот Югла без автобусов, Вейсмилграбис без автобусов, их просто не было, они не могли поехать. Можно так. У нас был телефонный, у нас есть телефонный звонок. Пробуем принять. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, все это, конечно, хорошо. В основное, как бы, упор идет на то, что если вдруг что случится, эти автобусы могут объехать. Скажите, а проводился ли анализ того, насколько маневроспособны эти автобусы? Представьте, 18 метров при наших узких улицах, тут на легковой не всегда заедешь-то в улицу куда-то свернуть, а тут 18-метровый троллейбус, как он будет ехать, какая маневренность его и какие объезды. Мне кажется, тут не все до конца продумано. Все-таки надо немножко проанализировать это и посоветоваться со специалистами. Спасибо. Специалисты-то как раз их и заказывали. Это заказывал технический персонал Ригаса, так сказать. Не депутаты Думы, не журналисты. Значит, что касается объехать. Правила дорожного движения устанавливают нормативы на маневренность транспортных средств. А троллейбусы и автобусы, которые имеют длину 18 метров, при минимальном радиусе поворота внутренним 5,3 метра, должны иметь наружный не более 12,5. Насколько мне известно, у 18-метровых экипажей типа «Солярис» наружный радиус поворота примерно 11,5 метров получается при внутреннем 5,3. То есть у них та маневренность, которая от них требует правила дорожного движения. Разумеется, в подворотню троллейбус заехать не может, но если уважаемый позвонивший дойдет, например, до перекрестка улиц Апузес и Калтема, где 53-й автобус поворачивает, он увидит, что они там проворачивают. Опять-таки, если дойти до перекрестков Балдырая с Турманью и Гобос, да, они там выезжают на встречную полосу автобусы, но они там находятся в регулярном сообщении, они там поворачивают. Я не говорю, что это хорошо, но они поворачивают по улицам, которые имеют ширину одну полосу в каждом направлении движения. Но вот мы закупаем 18-метровые троллейбусы, это значит, что 12-метровые вообще исчезнут с наших улиц? Почему в Риге 150 12-метровых троллейбусов, купленных в 2007-2009 году, в сроках эксплуатации 12 лет? Ну, так у них тоже скоро закон. У нас вообще получается, что мы все время покупаем что-то. К сожалению. Мы покупаем, 8 лет выплачиваем за них. И 12 лет эксплуатируем. Потом, да, там остается уже 4. Ну, это все города. Ну, вы понимаете, можно не менять, я еще раз повторяю. То есть мы все время покупаем, получается, троллейбусы, потом автобусы, потом трамваи. Абсолютно точно. Ну, можно ничего не покупать, можно ездить на старом. Вот ретро-трамвайчик ходит 901 года. Понимаете, можно эксплуатировать, как показывает практика, их было бы и до сих пор. Там нету отопления. Там, ну, сейчас там поставили другую систему тормозов. Там раньше был компрессор на осях. То есть у него при низкой скорости движения не было вообще тормозов. Можно было тормозить лаптем. Можно ездить и на этом. Вот посмотрите, в Лиссабоне ходят трамваи довоенные. Можно ездить и так. Они вызывают очень большой интерес туристов. А в Сан-Франциско ходят, но они не трамваи, а не кейбл-кары. У них электричества нет, их канавт тянет. Это система 1881 года. Они до сих пор на ходу, они до сих пор ездят. Можно ездить и так. Стоять на приставных лесенках снаружи, дышать свежим воздухом. Я только за, понимаете. Причем в Сан-Франциско это 5 долларов билет стоит для проезда на вот этом. На открытом воздухе без освещения. Можно и так. Можно. Ну, а старые троллейбусы исчезнут после вот этой закупки? Вот эти вот, которым 25 лет. Я очень надеюсь, что да. То есть их должны снять? Ну, эта закупка, она предусматривает смену подвижного состава. Это не приобретение чего-то нового для того, чтобы было еще больше. У нас есть телефонный звонок. Давайте примем. Сорвался телефонный звонок у нас. Есть вопрос в видеочате не совсем по троллейбусам. Кто проектировал и утвердил производство остановки трамвая на улице на Югле? Конкретно скамейки? Насколько я понимаю, этот проект был заказан Рига с Сатексми. Любые технические проекты проходят экспертизу Департамента развития и строительной управы. Соответственно, скорее всего, это строительное управо и было утверждено. Без ее согласия нельзя построить в Риге ничего. Спасибо. Телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень жаль, что позиции вот этого конкурса приходится защищать человеку, который ничего о нем не знает. Я могу помочь господину Фалькову. Совершенно случайно я знаю, почему на конкурсе был только один претендент. Да, будет очень интересно узнать. В действительности их было четыре, но во время конкурса трижды менялись условия этого конкурса. И с каждым изменением условий отваливалось по одному, по два претендента. А вы могли бы их озвучить? Ну, сейчас у меня нет интернета, но на сайте вот этого бюро по закупкам, контроля за закупками, имеется жалоба вот этих претендентов, которые отвалились. И каждый из них подает свою или вместе с кем-то жалобу по поводу изменений условий договора. Кстати говоря, те же самые некоторые из этих претендентов участвуют в конкурсе и по автобусам. И там тоже были изменения. Я так понимаю, и по автобусам будут изменения до тех пор, пока не останется один претендент. Но какие условия вы тоже не помните? Какие условия менялись? Ну, например, там были условия по обороту предприятия. Значит, оно тоже было введено во время конкурса. И, соответственно, отвалилось предприятие, которое собиралось поставлять совместные белорусско-неоплановские троллейбусы. Ну, были еще какие-то изменения, я сейчас наизусть не помню. Но этот документ доступен. Подождите, белорусско-неоплановские? Извините, белорусский завод «Белкомунмаш» является сейчас составной частью швейцарского концерна «Штадлер». Поэтому неоплан – это немецкая фирма. В общем, это агентство предлагало эти троллейбусы на конкурсы, предлагало до тех пор, пока не изменились условия конкурса. И всего условия конкурса менялись трижды. Там это тоже видно. На странице бюро по контролю за закупками. Значит, если я правильно помню, там есть решение бюро, состоящее из, дай бог памяти, 41 страницы? Да, абсолютно законные изменения были, сказала бюро. Оно было абсолютно законное. И могли бы еще быть законные изменения, но тогда бы отвалилось еще и шкода. Поэтому вот три законных изменения сделали, а четвертое законное изменение… Значит, вы знаете, если вы посмотрите страничку ИУБ, то первое изменение, если я правильно помню, это было о сроках. Второе изменение – это было после рассмотрения этих жалоб. И третье изменение – это снова перенос сроков, если я правильно помню, подачу этих заявлений. Изначально все заявления надо было подать и рассмотреть до 1 июня, когда эти фирмы подали… Две фирмы, да, два юридических бюро подали свои жалобы, то сроки рассмотрения предложений были отодвинуты на 60 дней, если я правильно помню. Это та информация, которой я на данный момент владею. Возможно, у вас информация более детальная. Если вы усматриваете, что там изменялись условия конкурса так, что какие-то претенденты не смогли поучаствовать, я бы вас просто попросил все то, что вы сказали написать в письменном виде и, соответственно, отправить в соответствующие правоохранительные органы. У меня такой вопрос. Европейское финансирование радиослушатели тоже задавали, но как-то не ответили на этот вопрос. Почему мы не привлекаем европейское финансирование на поездам, и у нас была возможность там 100 миллионов привлечь? На трамвае Рига пыталась, начнем с по порядку, да, на трамвае Рига пыталась привлечь европейское финансирование, получила отворот-поворот, и на трамвае деньги Министерство регионального развития европейских разрешило привлекать Лепа и Даугавпилса. Даугавпилс покупает 12 новых трамваев, а Лепа построила продление трамвайной линии по улице Мирдзекемпе до жилмассива Эзеркрас. Городу Риги отказано полностью в развитии электротранспорта. А почему? Это надо спросить у Министерства регионального развития. Ну а в троллейбусах пытались тоже привлечь финансирование? Настолько подробностей мне неизвестны, по поводу трамваев мне известно, что даже когда Биркс был мэром, ему не удалось привлечь деньги на приобретение новых трамваев европейских. То есть мы покупаем троллейбусы за свои деньги. Рига выделяет? Так. И Рига Садексма? Не совсем так. У Рига Садексма своих денег нет, они все рижские. А троллейбусы за свой счет поставляет завод Шкода. Завод Шкода берет для этого деньги в каких-то коммерческих банках. Завод Шкода предоставляет Риге эти троллейбусы с рассрочкой на 8 лет. Под 2,2% годовых плюс евробор. У кого Шкода берет деньги, я не знаю. Но Рига сама в данном случае никакое финансирование не привлекает. Соответственно, этот кредитный портфель, он будет выплачиваться частично из сбора проездной платы частично дотации. У Рига Садексма других денег нет. И я тут как раз на днях считал в разрезе 13 лет, но 5 лет мы получаем троллейбусы, и 8 лет мы за них расплачиваемся. То есть всего получается 13 лет срок, который надо за них платить за все сразу. Это получается 1,5% от размера годового бюджета в год в перерасчете на 13 лет. У нас есть... Нет, нету телефонного звонка, сорвался. В социальных сетях вам задают вопросы, немного не касающиеся, возможно, троллейбусов. Как эксперту общественного транспорта, модель бесплатного транспорта в Латвии, возможно? В Риге. В Риге. Очень хороший вопрос. Я попробую ответить с цифрами. Есть в Бельгии город Хасальд. Там ввели бесплатный проезд. Там жителей в 10 раз меньше, чем в Риге. В первый год пассажиропоток увеличился на 400%. Во второй год пассажиропоток увеличился на 800%. Через 10 лет бесплатного проезда пассажиропоток увеличился на 1316%. Для того, чтобы в Риге перевезти, ну, не будем говорить 1316, да, в 4 раза больше пассажиров. То есть сейчас перевозится 141 миллион пассажиров. А это получается 480, да, в 4 раза больше. Для этого нам потребуется что? Плюс 200, 400, 600 троллейбусов. Плюс столько же по 3, да? Плюс автобусный выпуск был 322, значит, 322 умножить на 4, это получается 1200 автобусов. И 66 трамвайных составов. Плюс сейчас продление по шестерке. Можно для того, чтобы их где-то ремонтировать и хранить, потребуется построить, соответственно, два новых троллейбусных парка, два автобусных парка и трамвайные депо. В зависимости от их размера, одно или два. В совокупности, если рост числа пассажиров увеличивается в 4 раза, я эту цифру просто беру, исходя из того, что проездной билет используется в среднем 4 раза в сутки. Вот тот, который сейчас на все беды транспорта используется. Тот, который суточный, он используется 6 раз в сутки. То есть мы просто представляем себе. Извините, вот таких денег. А Таллинн, если сравнивать с Таллином? Если сравнивать с Таллином, там происходит рост пассажиропотока. Или они откажутся потом от этого? Не знаю, я не прогнозирую будущее. Там происходит рост пассажиропотока в среднем 10% в месяц. Сколько они достигнут к 1 января 2014 года, вот когда оно случится, мы тогда узнаем, сколько у них за год произошел рост пассажиропотока. Дальше. Там происходит постоянное увеличение подвижного состава на линии. Я это просто вижу, просматривая расписание Таллина как таковые. Дальше. Таллинн приобретает старый подвижной состав. Сейчас они купили за 260, мне кажется, тысяч старые трамваи. И еще столько же они вложили в переделку этих трамваев под Таллиннскую колею. Этим трамваям порядка 30 лет. То есть, музейные экспонаты, которыми продала бывшая ГДР. Дальше. Таллину автобусы, 10, мне кажется, автобусов, подарило правительство. Из программы продажи квот на эмиссию, на выхлопные газы. Риге правительство пока не подарило ни одного. Дальше. В Таллине бесплатный проезд только у жителей Таллина, не жителей Таллина. Там за проезд платят. Причем, если до Нового года это было 1 евро, то сейчас это евро 20. То есть, там он просто подорожал на 20%. Я не знаю, что скажут жители Олайн, Саласпилс, Марупе, Баложи. Если им за проезд в бесплатном рижском автобусе придется платить не 50 или 70 сантимов, а лат. А вот, кстати, с покупкой новых троллейбусов не планируется повышать цены в общественном проезде? Вот лично я? Нет, не планирую. От меня это не зависит. А в департаменте в Рижске, в Рижске, в Рижске, в Рижске обсуждается. Насколько мне известно, стоимость проезда повышать не планируется. Спасибо. Нам пора заканчивать. Это была программа «Разворот». Провела ее Екатерина Сафронова. Помогал мне звукорежиссер Константин Рост. В гостях у нас был журналист, депутат Рижской думы Вадим Фальков. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. До свидания. Современное динамичное телевидение. Профессиональные выпуски новостей.